Доброго дня, друзья! 11 выпуск в эфире и сегодня мы продолжим говорить оба штукатуривания оконных откосов. В прошлом 10 выпуске мы посмотрели в общем, что из себя представляет эта процедура с применением профиля оконного примыкания. Сегодня мы закончим разговор и как бы разберем нюансы, связанные с дальнейшей работой, которые касаются как-то штукатуривания верхней части откоса, оптимальный угол расцвета для оконных откосов. Поговорим об инструменте, поговорим о нюансах подготовки. Так что начинаем. И первое, на чем я хотел бы сосредоточить свое внимание, это подготовка основания. Как вы помните, в прошлом выпуске мы затронули такой момент, как легкое, скажем так, отслоение штукатурной смеси от экструдированного пенополистирола. Если пересмотрите, то там, в принципе, видно, что он буквально вот отходит с слоем чистенько, аккуратненько, не оставляя вообще никаких следов на поверхности. Сегодня я покажу нюанс по подготовке, да, как бы, в принципе, он вообще известный, обработка нужна специальными грунтами. Вот, сегодня я покажу, что получается, если мы подготовили поверхность должным образом. Давайте с этого начнем и сразу посмотрим, о чем речь. Итак, у нас представлено две половинки пенополистирола. Здесь я ничего не делал с поверхностью, а вот на этой части я провел следующую процедуру. Я взял ножичек и вот таким вот образом просто подзакисал поверхность. Вот. Обе стороны я обработал битоконтактом. И теперь давайте оригинальным битоконтактом КНАУФ, потому что мое профессиональное убеждение состоит в том, что эксперименты за свой счет очень дорогие. Лучше полагаться на системы, которые представляет производитель. Если я использую штукатурную систему КНАУФ, я, соответственно, стараюсь использовать и рекомендую всем использовать всю линейку рекомендованных грунтов. Экструдированный пенополистирол не является впитывающим основанием. Он относится как раз к сфере применения битоконтакта. Смотрим. Я беру лепешку, которую я вчера накидал и пробую все это дело просто сначала руками подорвать. Как вы видите, усилий надо достаточно много. Причем, если мы обратим внимание, то вот здесь вот на срыве у нас битоконтакт остался на поверхности, а на нем осталась такая легкая пленочка гипса. Когда гипс просохнет, у меня есть как бы полное убеждение в том, что, скорее всего, рвать будет прям по-свою экструдирована пенополистирола. Смотрим на основании, которое я подготовил, задрал, да, чуть-чуть. Как вы видите, материал отходит частично с битоконтактом, частично отрывает пенополистирол. Материал мокрый и на поверхности он оставляет тонкую пленку гипса. То есть, после полного высыхания, в принципе, я прогнозирую, что там будет все нормально. И он у нас не отлетит. Так, ну, как вы видите, усилий надо прилагать достаточно много. Или, значит, отлетает у нас битоконтакт от пенополистирола или оставляет тонкую пленку гипса на поверхности. Усилий надо прилагать очень много. Здесь то же самое, да? Рвется пенополистирол или частично остается материал на поверхности. То есть, гипс имеет такую особенность, что после, до, точнее, полного высыхания, он имеет всего лишь частичную прочность. Как только он высохнет, он набирает ее полную. Поэтому я, в принципе, считаю, что тест удался. Мы видим, что адгезия у нас увеличилась многократно. То есть, видите, вот мы вырвали кусок грунта частично с пенополистиролом. Так что, как вы видите, не так все у нас просто и однозначно. Вот. Хороший получился вариант. То есть, мы согнули и оторвали как бы пенополистирол. Давайте попробуем. Давайте еще такой тест проведем. Смотрите, я сейчас попробую отогнуть и посмотреть, как она отходит. Вот. Видите, отходит частично, остается пленка гипса. Вот. Здесь у нас то же самое, но везде видим следы гипса. И на штукатурке частично остается бетоконтакт. Вот. Поэтому спокойно можете грунтовать и, дождавшись полного высыхания, не беспокоиться, что у вас что-либо отлетит. Далее я взял пенополистирол, подготовил его, накрутил на верхнюю часть откоса, предварительно создав на нем подложку из пены. Просто напенил ее, создал буквально такой слой. Посадил на пену, пропенил все пустоты, притянул через дюбеля все это дело поверхности и загрунтовал бетоконтактом. Снял защиту с пластикового окна, почистил все примыкания, подсушил это все дело феном и наклеил профиль оконного примыкания на окно. Собственно, на этом вся подготовка к штукатуриванию, установка профилей закончилась. Далее я снял защиту и, соответственно, наклеил на примыкание пленку, чтобы у нас было защищено окно от грязи, штукатурного раствора и прочее. И, таким образом, сейчас у меня, в принципе, окно готово. Да, еще что я сделал, я дополнительно поверх пленки наклеил специальную, скажем так, ленту ПВХ, которая дополнительно защитила мне примыкание. То есть, когда я буду по ней инструментом идти, то у меня получится, что инструмент скользит по этой ПВХ пленке. Вот, в принципе, все готово. Еще момент, еще момент, подготовка правила. Я использую для, как вторую направляющую, да, первая направляющая, как я и говорил, находится у меня непосредственно на самом профиле. Как вторую направляющую я использую правила, трапециевидное правило. Его я накручиваю на стену просто шурупами, притягиваюсь, поскольку у меня там дырки засверлены в правиле с запасом, то я с помощью вот этого люфта потом чуть-чуть подстукиваю и дожимаю правила по размеру, как мне нужно. С обратной стороны мое правило закатано ПВХ скотчем для того, чтобы на него ничего не налипало. Вот, в принципе, вся основная подготовка. Значит, какой еще момент, когда я выставлял угол рассвета, то вы помните, что я пользовался вот таким вот углометром. В принципе, есть определенные стандарты для выставления угла откоса. Да, они в основном говорят нам о том, что вот у нас есть перпендикуляр от окна и, соответственно, на каждые там 10 сантиметров у нас должна быть, как бы, должен быть сдвиг, по-моему, на 5 миллиметров, мне кажется. То есть, если у нас откос 25 сантиметров, как в моем случае, то у нас получается, что сдвиг должен быть в районе там 12,5 миллиметров. Это, как бы, по-моему, нормативы и, по-моему, верхняя часть откоса у нас должна быть перпендикулярно окну. Это если касаться нормативов. Если касаться практики, то, в принципе, обычно, да, где-то угол разворота у нас составляет сантиметр. Не угол разворота, а расстояние, как бы, на которое мы разворачиваем откос, где-то сантиметр от перпендикуляра. Но тут есть определенные нюансы, что в зависимости от того технического задания, которое мы дает дизайнер или заказчик, мы можем это сделать больше, меньше, сжать, убрать и так далее и тому подобное. Бывает, что тонкие откосы и там вообще нет смысла его раскрывать. То есть, он гораздо интереснее и изящнее смотрится, когда у нас он четко перпендикулярен. Вот. В моем же случае я работал от окна. Бывает, что окна установлены криво и бывает, что нужно найти минимальный угол. То есть, одна сторона окна очень сильно прижата, допустим, к оконному откосу, да, а другая имеет большой запас. И на одном окне я могу сделать, допустим, то самое, там, те самые 12,5 мм, а на другом окне, на другой стороне окна, допустим, я не могу такой разворот сделать, я могу сделать только, допустим, там, 5 мм на 25 см. Такое тоже бывает. И с этим надо что-то делать, да. Если окно мы не переустанавливаем, то мы как раз с помощью угломера ищем минимально возможное расстояние, идем от того окна, которое наиболее прижато, от той стороны окна, которое наиболее прижато к откосу, берем этот размер и переносим на вторую сторону. Перенеся на вторую сторону, мы, соответственно, выставляем правило, вверх-вниз, отбиваемся и поехали штукатурить. Это что касается определенных нюансов. В принципе, на этом введение все. Сейчас мы перейдем непосредственно к освещению моментов, связанных со штукатуриванием откоса. И посмотрим моменты именно примыканий верхней и нижней части, скажем так, боковой части и верхней части откоса. Поехали! Ну что ж, переходим к окну, смотрим, что у нас тут получилось. Значит, углы я перенес, то есть угол оттуда, такой же разворот я перенес сюда по отметочке. Значит, подоконничек укрыл, профиль оконного примыкания установлен, примыкание защитное, клеевое, на нее накинута пленочка. Сверху пленочки, как я уже говорил, сделан дополнительная защита с помощью ПВХ-скотча. Обычно я использую ТС-овский белый, но вот сейчас решил попробовать взять вот этот. Ну, от Галима-изолента, в принципе. Значит, вариант, если у вас нет профиля оконного примыкания. Удобная, кстати, штука, все-таки я бы не экспериментировал, бы пользовал его. Можно попытаться взять демпферную ленту, подобрать неплохую такую, да, побелее как бы и с клеевой нормали. Есть, кстати, интересная такая зависимость, вот я заметил. Я, в принципе, редко с ними сталкиваюсь, больше, конечно, ребята по гипсокартону с ними работают. Ну, работая еще в Кнауфе, я заметил такую штуку, что чем лучше клеевая у ленты, тем больше риск того, что со временем бухту не размотаешь. То есть, вот клеится, все хорошо, проходит полгода-год, клеевая начинает въедаться в поверхность, и ты начинаешь рвать ленту. Пытаются отрегулировать клеевую на лентах, сделать ее помягче, перестает клеить. Ну, короче, печаль печальная постоянно. Ладно, значит, в чем суть? В интернете есть ролик, YouTube-канал Давида Меликяна, механизированная штукатурка в Ростове-на-Дону. Ссылочку я дам в описании, посмотрите. Что он делает? Мне понравился его очень способ, то есть он маячки устанавливает вот так вот, поперек откоса. Не вдоль, как я сейчас делаю две направляйки, и по ним, да, буду стягивать, а он поперек ставит. Вот, в принципе, можно наклеить демпферную ленту на окно, сверху ее, допустим, защитить ПВХ-пленкой, ну, опять же, да, вот белая ТЭСовская, допустим, накрыть. И, выставив маяки вот так, мы можем идти от окна. Таким образом, мы вычистим примыкание, потом подрежем вот этот весь пирог, да, который у нас получится, и у нас получится такая мягкая демпфирующая прокладка, которая будет отыгрывать все колебания. Единственное, ну, тут есть место для эксперимента, надо подбирать и демпфер, и скотч. Ну, тем не менее, вариант рабочий. Подоконник у меня накрыт лентой ТРЕНФИКС. Было время, я использовал профиль оконного примыкания, тоже пытался его ставить на подоконник, но мне не очень понравилось. Потом тут и с торцом кое-какие вопросы возникают, и вот этот вот, скажем, фартук силиконовый, который лежит на подоконнике, он при уборке, при влажной, еще что-то, по нему постоянно грязь забивается. И он со временем приходит в такую, как бы, ну, не очень эстетический вид. То есть, если начинаешь его приподнимать, из-под него его очищать, замывать, то он начинает вот так вот подниматься, и, в принципе, потом вот так вот волной идет, и не очень красиво. Одно дело, он там на окне, его не видно, и он как-то так более-менее все скрадывает, и все хорошо. Но как только ты начинаешь выставлять это все здесь, то начинается какая-то беда. Не понравилось мне, поэтому я на ленте Trantfix остановился, тем более, что подоконник, он, в принципе, сам сильно не расширяется, давить на штукатурку не будет, он достаточно эластичный. Штукатурка, опять же, если будет давить на него при тепловом расширении, хотя там значения очень небольшие, коэффициентов теплового расширения я не помню, но не такие они существенные в интерьере, будет давить, он отыграет, поэтому особого смысла не вижу. Значит, лента Trantfix здесь, и когда мы вот эти откосы сейчас сделаем, лента Trantfix будет на примыканиях. То есть вот откос, на него будет лента Trantfix, и потом я уже сделаю верх. И мы начинаем работать. Сейчас сначала доделаем второй откос, и потом, когда он уже встанет, мы уже будем делать верх. Давайте переходить к практической части и посмотрим, что у нас получается. Откос сделан, давайте посмотрим коротко, пробежимся по основным моментам, и рассмотрим некие нюансы, которые возникли при работе. Первое, что я сделал, я отогнул фартук у профиля, сетчатый фартук у профиля оконного примыкания. С помощью скотча я его зафиксировал на окне, чтобы он мне не мешался. Вторым моментом я тщательно прочеканил раствором расстояние между профилем и стеной, между откосом, чтобы там не осталось воздуха вообще. То есть я очень тщательно пробил все раствором. То есть вот в этой зоне не должно оставаться вообще никогда воздуха. Это очень тщательный такой момент, на который надо обращать внимание. Далее я пробил раствором пустоту за провилом, чтобы там не осталось никаких поднутрений, воздушных ям, еще чего-то. И далее я тонким слоем распределил равномерно раствор между профилем и провилом. Потом я отпустил, пригладил сеточку, которая у нас на профиле оконного примыкания. После того, как я пригладил сеточку профиля, я положил сверху еще два куска сетки армирующей и пригладил их. Помним, что мы не придавливаем сетку до основания, не пытаемся ее прижать, а оставляем под сеткой раствор, чтобы сетка у нас оказалась в центре. Ну не в центре, но в слое раствора. После чего я раствором добрал оставшуюся плоскость, аккуратно распределил провилом и оставил все это дело до подрезки. На моменте подрезки я аккуратно подрезал сначала провилом все это дело, применяя те два провила, которые я показывал в прошлом видео. Одно именно со скосом для того, чтобы работать, запуская утонение вот сюда и не задевая окно. И второе с тонким выпуском, таким иглой, для того, чтобы пройти за, скажем так, поворотными механизмами. Провел грубую подрезку, после чего взял шпатель, стена чуть-чуть подышала, и я буквально минут через 15-20 еще раз пригладил все это дело шпательком, убрал какие-то риски, нюансы, царапины, ямочки. То есть привел поверхность на уровень, скажем так, уже близкий к К2 по российской классификации или К2 по европейской классификации. То есть примерно поверхность такого базового шпаклевания, скажем, после базового шпаклевания. То есть по большому счету мне здесь остается сделать только финишное шпаклевание под окраску и все. С откосом. Дальше мы после того, как раствор схватится, почистим пленочку, чтобы мусор не летел, и можем переходить наверх и отрабатываем верхнюю часть откоса с всеми нюансами, смотрим, на что стоит обратить внимание, какие моменты надо учесть. Двигаемся дальше. Боковые откосы закончены, переходим к верхнему откосу. Провила как направляющая я уже выставил. Верхний откос у нас будет четко 90 градусов по отношению к окну. Я это проверил с помощью угольника и отложил расстояние рулетка от основания окна до верха. Все расстояния сверил, все четко. Провила установлено. Как мы помним, с обратной стороны у нас идет ПВХ-скотч, который препятствует налипанию раствора на провила. Профиль оконного примыкания уже установлен. Я его отогнул, чтобы он мне не мешался в работе. Прихватил скотчем. Лента Trendfix у нас установлена на боковые откосы. Поскольку влажные откосы не дают возможности наклеить ленту Trendfix, я ее пристегнул степлером. Есть два варианта. Можно пристегнуть ленту в верхней части на цветные скобы, чтобы не было ржавчины, потом никаких вот этих рисков. Или, в принципе, прихватить нижние части ленту Trendfix, также на скобочки, потом которые удалить и, соответственно, зашпаклевать поверхность. Лента установлена. В принципе, мы можем переходить непосредственно к штукатурным работам и по уходу смотреть, какие у нас еще возникнут нюансы. Двигаемся дальше. Хотел показать небольшой нюанс, который я сделал при работе на верхнем откосе. Первонаперво я замешал раствор погуще. Второй момент. Я зачеканил раствором углубление за провилом. Да, у нас переход вот этот вот на плоскость стены. Поскольку у нас там разнородное основание, видите, я завел туда сеточку и вмазал ее в раствор. Далее я опустил, поднял, точнее, уже в данном случае сетку с профиля оконного примыкания, перехлестнул ее с основным массивом сетки. Сейчас я ее доутоплю, скажем так. Не утоплю, а просто прилажу, чтобы воздуха под ней не осталось. И докидаю раствор уже до уровня плоскости. Как я уже сказал, раствор я сделал погуще, чтобы он у меня не падал на голову. Ну вот пока все, пока все нюансы. Плоскость выровняли, точнее, заполнили. Материал достаточно густой, не провисает. Ждем момента подрезки. Подошел момент подрезки. Когда вы работаете в верхней части откоса, то при замешивании более густого раствора вы должны помнить о том, что он схватывается быстрее. Поэтому надо проверять периодически, подходить, вот эту готовность подрезки. То есть готовность подрезки у нас определяется, как мы помним. Раствор деформируется, он проминается, но не липнет. Вот сейчас у нас как раз такой момент. Когда мы начинаем подрезать такой раствор, то поскольку водогипсовое соотношение было меньше, чем требовалось для комфортной работы, то он у нас может подрываться чуть-чуть. Поэтому на это тоже надо обращать внимание и, если что, потом поправлять все это дело шпательком. Но это, в принципе, такое сопутствующее, скажем так, неудобство. Небольшая работа, начались подрывчики здесь. Здесь, как раз, начиная подрабатывать шпателем, заполнять миленности. Потом я же попелком сделал еще раз одну подрезочку, и у нас уйдут все детали, мелкие нюансы. После подрезочки у нас образовались подрывчики, которые нам сейчас нужно подрезать. И, в принципе, у нас все будет готово. Шпателем, поскольку он более, скажем так, имеет гибкое лезвие, то он не забирает поверхность, работает более комфортно и позволяет убрать все вот эти вот мелкие-мелкие бисекли. И так далее. верхний откос сделан такая вот у нас картиночка получается все в плоскости все достаточно ровненько теперь эта краска останется только подшкурить загрунтовать и у нас получается финишное шпаклевание глицуется он не потому что я его заглаживал потому что он просто еще влажный вот примерно как то так еще раз посмотрим примыкание ленту грандфикс позволяет нам точно его сделать так что хорошая штука ну в общем на этом все на этом все ну на этом с откосом и все все что мог пока в данном формате я показал есть конечно еще множество нюансов которые связаны там с разным форматом окон с разным с разным форматом помещений и так далее но сейчас не будем в это углубляться основа есть значит штукатурить или не штукатурить решать вам потому что моя задача была показать что это как это выглядит и соответственно если вы мастер вы сами для себя определяете нужно ли с этим связываться и сколько это может стоить потому что как вы поняли не такая это простая вещь в общем заморочиться придется если вы заказчик вы тоже для себя определяете как бы нужно это не нужно вопрос утепление откосов я здесь не разбирал не затрагивал разбирать не буду потому что это отдельная большая тема которая вообще-то решается снаружи утепляться в первую очередь должен фасад и если мы утепляем изнутри есть множество нюансов в которых я где-то не специалист какие-то базовые вещи я знаю но это отдельная большая тема значит сделали показали опять же да будет тема гипсокартона посмотрим варианты с гипсокартоном как откосы делаются гвл сэндвич в принципе показали уже многие поэтому я думаю что к нему особо даже не стоит смыслом возвращаться спасибо что смотрите канал спасибо что подписываетесь спасибо что комментируете за эти вопросы которые позволяют мне четче веснея формулировать какие-то свои мысли наработки в следующих видео я хочу разобрать такую тему как свой правило то есть это нормативная документация которая вышла взамен старого снипа еще советского образца и сейчас там внедрены такие термины как уровни подготовки поверхности как я уже упоминал в европейской классификации они идут q1 q4 4 уровня в европейской в российской классификации они сейчас называют соответственно k1 k4 то есть q это первое слово первая буква quality качество или quality up немецкая но соответственно у нас к это качество так что все схоже в следующих видео будем подводить итоги по штукатурке гипсовой в принципе по комплексу да пока и соответственно параллельно разберем вот эти термины и к 1 к 4 имею ввиду и соответственно пробежимся по своду правил чтобы ну если вам надо будет долг путь по крайней признать и взять терминологию как это все выглядит спасибо спасибо огромное на этом сегодня все следующий выпуск в пятницу не забывайте подписывайтесь ну и соответственно напоминаю что если у вас есть какие-то вопросы которые требуют прямо консультации лучше группа вконтакте выкладывать и фотографии выкладывайте туда свои вопросы и там проще ответить просто в комментариях в ютубе не очень удобно отвечать не очень удобно освещать какие-то темы поэтому добро пожаловать в соцгруппы facebook вконтакте в одноклассниках ну instagram все это создал опять же есть сайт который сейчас пока только раскачивается но тем не менее все это есть ссылочка на все эти ресурсы в описании поэтому заходите смотрите всего хорошего